Вот въезжаю в деревню на велосипеде на своем с другой стороны. Вот как написано. А это вот издалека везде виден этот дом Иосифа. Ну мы тут уже рядом стоим прямо. Беженами тут метра 40. Дальше не полезу. Хозяин тут. Как пищу-то делать? Пищу, наверное, будет. Видишь, он как еще сделал. А это вот с этой стороны. Я издалека показывал с той стороны, а это с этой. Чтобы неохота ходить туда-сюда, я свой велосипед сейчас возьму. Подпорка у него надо убрать была. Вот я захожу. Это Андрей Гостинов. Улица Марии Лапкиной. Улица. Это Мария Лапкиной, наша мама. Это утверждено в Краевом совете. Они у нас спрашивали. Молодцы. Запрос сделали. Как вы хотите назвать улицу? Пока это главная улица и единственная. Я говорю, мы первые приехали сюда восстанавливать только мы. Видите, какие деревья. Это что-то... Даже не знаю, что-то у него такое тут. Никаких ягод не видно или есть. По-моему, это близко к колене. Сейчас подойду поближе. Не поди. Не заругают меня. Рябина. Рябина, игрушка моя. Вот она какая. Рябина. Больше ничего нет у него хозяйства. Надо как-то ему с лесаркой поработать. Это рядом его родители живут. Валентина Тихоновна. Моя сестра родная за Владимиром Устиновым. Вот у них тоже номер 19А. Вот они. У нас черноплодка есть. Мы всем возили. Это рябина. Это вот Алексеев дом. Как раз мы издалека видели его. А это Любоминаева. Рядышком живет. Ну и все. Дальше видно мою голубятню. Это скворечник, где я нахожусь. Откуда передача эти вещей. Вот. Это бывший Павлов дом. Я прохожу дальше маленько, чтобы увидеть, как оно... Там что-то делает Алексей. Тут работа всегда найдется. Правильно я увидел его. Правильно. А вот отсюда как раз и видно. Вот дальше бывший Калашниковский дом. Теперь он Володин. Володи нет. Он в отпуске. Неделя осталась ему. Даже на один день меньше. И все. Я сейчас постараюсь проехать на другой конец деревни. До другого пруда. У всех теплицы. Кто-то коров держит. Овечек, куриц, гусей. В другой конец деревни я поехал. Посмотреть как. А это вот храмовый пруд. Там гуси плавают похоже. Белые животы. Ну да. Вот они выстроились. А дальше там как раз наш спуск. Спуск. Вот он и день. Красота какая. Ну, родников нет и пересыхает много. Там деревья, которые вблизи и оказались. Засохли. А там, гляжу, дерево большое-большое. Его кто-то подпиливает. А кто? Барсук. Его работа. Вот такое большое дерево, оно рухнет. Вот кто хочет нам помочь, вот приезжайте, разберитесь с ними. Вот этот листик попал тут. Ох, интересно они как гуся хороводом. Такого я не видал. Прямо хороводом идут. Вот сюда направились. Это Люба Минаева. Одна женщина держит. Держала, кажется, двух коров, овечек. Шесть пород куриц. Гуси, индюки, свесарки. Не знаю, чего так у них не было. Одна. А это вот с обратной стороны, дом Барабаша. И надпись тут, как потеряя вкус, заезжаешь, сразу надпись видать. Так вот, там так написано было. Здесь все. И как только люди приезжают, вот здесь не надо проезжать-то. Ну, не поленись голову повернуть. И ты увидишь храм православный. Здесь всяким все украшают его. Вот. Теперь я поехал дальше. В бывшей деревне, которая улица. Здесь вот тоже ямой было. Однако мы нагрудились сюда бульдозером. Вот здесь вот как раз оттуда. Сейчас все уже заросло. А ведь недавно все было. Вот. Вон оттуда. Землю. И вот подняли дамбу. Засыпали песком. Потом щебнем. И сейчас нет никакой дождь. Нет. Выехать можно. Говорят, вот все. Щебень разлетится по сторонам. Ничего не будет. Ничего подобного. Нормально все остановилось. Высалело. Вот по Теряевку я проехал. Поворот на обои. Здесь сам видна техника даже в конце. Тут вода. Это за пределами по Теряевке. Там Игорева техника. И вот показать как осенью здесь. И вот поворачивает дорога. Прямо поворачивает. 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 И на разъезд. И вплотную подъезжаешь к углу не видно. И поэтому весь угол мы вырезали на дрова. А тут видно что это клен. Как называть американский клен. Сорное дерево. И теперь вон оттуда. Тут добрых 50 метров. Видно что за повороты выходит машина. А дальше там разъезд. Вот здесь жила Лида Маурер. Мои близкие отношения были. Она приходила ко мне со своей книгой. Гизанг Бух. Мы вместе молились с ней. Она лютеранка. Со мной ездила она в Латвию. Вот рядом дома. Тут где-то жил Паша Пастоногов. Умер. Мой однокашник. Учились вместе в одном. Но он учился на задержка какая-то была. На три года позже. На два года старше был. Помер. Спортсмен был в армии. Везде какие-то призы брал. На марафонские дистанции. Длинные, длительные очень. И где-то наглотался в воздуху этого. И всю жизнь дальше уже кашлял. А это вот где прокладывали грунтовую дорогу. Кончили. Перестройка не дала докончить. Оттуда я поеду к Подтополям. Посмотреть. Еще озеро называется Камагориха. Или Лагерный. Там лагерь купается. И Гальян моря звали. А это улица. Вот деревья стоят где люди жили. Тут красиво все было. Черемаха цветет. Сейчас я подъеду на Рыжковский пруд. И оттуда еще снимку сделаю. Вот я проехал наконец. Здесь бухта жил. Последняя вот куча вот эта навороченная. Это согнали. Бухта как-то имя его такое. Интересно было. Мирими или как-то. Вот это я на Рыжковский пруд приехал. А тут поле Барабаша. А тут неизвестно кто. Вот тот самый вот этот. Идет который. Это каркас от Барабаша отгораживает. Я показывал какое. За ней техника стоит. Вот. Ну а тут это разъезд. Теперь пройти сюда. Для нас очень это близко. Первая жили в Рыжково приезжала. Рыжково. Она была когда-то Едакия Титовна. Ей сейчас 102 года было. Сейчас жива еще вроде бы. Не знаю. Сколько перетерпела. И Бог дает жизнь подольше чем другим гонителям. А вот. А вышла замуж она за Ивана Нефантьевича. Потеряю его. А потеряю там Венедикт. Там еще как-то. Имена. Не знаю я даже. Они были известны. Не записали или что. Можно было даже как-то узнать. У них дочь. Вот. Он приехал сюда. Севдокия Титовна. И здесь он закончил жизнь. Был слепой. Полностью. Приезжала с сыном Геннадия. Мастеровой такой. И Горбунов племянник. Ну тот выехал. А тот тоже где-то помер. Вот оно как. Надо вот эту землю отсюда сдвинуть туда. Я все настаиваю чтобы бульдозер отремонтировал Игорь. Вот сейчас мы пройдем. Батюшка пришел тут. И по такую взял. У Диака на эту бензопилу. Ну которая жужжит тут делает. Крупная такая. Такая-то я тебе никак. Вот. Какие они. Это ужасно толстые. Даже. Даже. Хоть становись на нее и повиснешь. А что это. Лебеда. Вон куда идет. Вот сколько деревьев. Сухие. То что мы подняли воду. А они. Поростель это была. Их никто не садил. И они все засохли. О. Утки поднялись. там. Прячется где-то. Это все засохло. И дальше засохшие. Вот эти деревья. Вот эти деревья. Это летом еще засохли. Почему? Береза не любит излишки влаги. А тут погрузилась в воду. Я не приходил сюда рыбачить. Но тут говорят большой гальян есть. Но опять же далеко. Я сейчас на велосипеде ехал. И дорога-то еще не очень травяная. Вот эту вот яму тут все надо завалить. Ой-ой-ой. Это ж сколько же тут труда-то положили. Марина Христиенко помогла очень сильно. Господь дал ей здоровье. Она по два ведра тут. Вот мы пломбу-то поставили. А уровень-то воды будет поднимать. Все прольвет. Надо поднять землю. Здесь ее нет. Вот она. Видите какая низинка. Не знаю видно или нет это. А дальше что деревня. Вон потополя. Все это видать. Это лага. И вот я подошел уже к этому месту. Где у нас сток сделан. Вода-то подходит. И вплотную нет. Да не видно даже. Вот камыш нарос. Как мы тут работали. Поднимется она вода. Не поднимется. Вот так. Уходить будет. Или прорвет опять где-то. Обрещено будет тогда. из 35 метров. Смотрите как доски. Поворот. Дальше уезжает одна глина. Промывать будет. Но это за пределами плотины. С двух сторон загородили. Все. Вот там я был сейчас где деревья видать. Там внизу. Это Рыжковский пруд. Здесь я зашел. Поехал вот по этой вот улице. Та улица Мария Лапкина. Я не сказал почему так назвали. Мы ответили. Она мать героиня. Родившая воспитавшая 10 детей. Муж инвалид войны. Три брата погибли на фронте. И она первая приехала сюда в Потеряевку. И жила здесь. Жизнь прожила. До замужества в Карповке была. Вот почему. И район. И край. Утвердили. А то говорит. Ничего нет власти. Есть власть. И прислушивается. Вот. Улица Мария Лапкина. Я сейчас. С этой. С этой. С этой. С этой. С этой съехал. Ну и ехал. И лужа. Стала бежать. А там трава. Думаю по траве. Ну не знаю. Броду не суюся в воду. А там оказалась колея. А дальше лужа. Я как со всего размаху на велосипеде бряхнулся туда. Знаю. Руки протягивать нельзя. Сломаешь. Ну лужа. Падать-то в лужу-то как. Протянул руки. Ноги где-то там между велосипедными колесами оказались. Велосипед перерывал поперек дороги. Встал. Ни руки, ни ноги не поврежденные. Встал. И поехал дальше. Вот приехал на это озеро. С этой стороны. Ну пруд. Камагориха или лагерный. Галяну озеро. Вот показать как тут. Бобровое место само. Вот. Тут вот. Нагрудили землю всю. Туда. Да. Дальше видать это то что теперь музей. Комплекс для бедных лагерей. Лагерь. А это вот дамба. Тут загорожен чтобы скотина не попала. И тут слив сделанный. Я бы мог пройти. Но не знаю сумею ли пройти. Потому что некоторые даже не видели. Вот. Воду мы подняли здесь много. Вот. Яма. Это бульдозер брал с этой стороны. И бульдозер брал вот с этой стороны. Вот я в эту траншейку захожу. Чтобы увидеть все озеро. Ну а тут то что. Крапива. Полынь. Это все. Рубилины еще. Продирались. И показать как мы сделали. И вот этот отрожек. Он без воды был. А сейчас. Настоящую то что. Там кто то плывет. Он даже видать. Да утки видать. Вон там в конце. Не знаю. Или бобры. Андатры плавают. Вот здесь. Я сейчас проламываюсь. Через это. Показать. Ну. Перелазить не буду. Через ограду. Вплотную подошел. Я показать как. Камагориха. Лагерный пруд. Вот где днище. Тут. Ниже еще вода была. Вот у меня батарейки кончились. И потому все кончилось. Дальше ехать не могу. И вот оно. Какое большое. Озеро. Большое. Ну не такое. Как второй мостик. И первый. Туда же я не смогу ехать. Все. И вокруг. Вот окрестность. Я решил показать. Зиме. Осеннее. Как выглядит. Вот. Это вот. Вот это вот. Как раз. Лагерь. Стан. Бывший. Теперь музей. Так. Потихоньку проведу. Она сейчас погаснет. Уже не тянет. Вот оно. Какая красота. Где мы живем. А тут камыш. Вот. А тут. Дамба. Это не дамба. Это. Там мой велосипед стоит. Так же написано. Стрелять нельзя. Все на этом. Даже площадки нет. Просто тренируются. Ну ладно. А кто мне еще положил тогда сумку? Николан еще? Не знаю. Орехов положил. Ну что. Ну бегите. Я посмотрю как. Быстро. Степа пошел Устин. Во. О. Я сейчас там как грохнулся в лужу. Ну-ка давай. Ну Варлам. Тут. 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 У него тройной прыжок получается. На двух ногах. Варлуша. Нужно добежать вот до этой. Я знаю. Тут была здесь. Песочница. Ну. До досточки. И ногой отпихнуться. Оттолкнуться. И прыгать вперед. Ну да. Не заглянуть надо на склады. Вот храм как огорожден. И закончить хочу школой. Это центральная артерия которую перерезают закрывая. И склад. Зерно. Там у него все завалено. Теперь наружу просушивает. Разные там эти отбрасывают в сторону покрывала. Вот он здесь. Сушилка у него. Ничего в первый год этого не было. И второй и третий. Вот. 27 лет. Это большой срок. Ну вот так. Вот оно все тут завалено. Надо новый склад. Вот зерно. Тут что-то оторвано. Гвозди торчат плохо. А это вот вокруг. Чем он закрывал. Вот. А здесь вход в храм. Храма тоже не было. Бывший клуб. Бузинара. Стой на бузиной свечки приклеивал батюшка. Вот. Как раз. Это вход. А там даже. Показать еще. У храма. Какие цветы. Вот эти. Вот.